Так, отчет с Нурланом Соборовым, здесь китайский Гарри Поттер. Ребят, наконец-то мы нашли машину, в которой работает магия Гарри Поттера. На самом деле, посмотрите на эту светящуюся дугу, что она вам напоминает. Это же настоящий королевский москвич, таким, каким мы хотели бы его видеть изначально. Здесь у нас есть, опять же, тачскрин, небольшая микроволновка на минималках. Ли Сянг Тонг Шья. Ли Сянг Тонг Шья. Но вот этот москвич опасен уже не для просто обычных машин, он опасен для Бентли и Роллс-Ройсов. Кнопки унижения переднего пассажира. Вау, ешки-матрешки. Это кроссовер Ли Л9 размером с ГЛС Майбаха. Здесь куча разных фишек от 11 камер, самого странного места водителя. Где все, ребята? Где все? Почему вся жизнь происходит где-то здесь? И включенного кинотеатра со спальней и холодильником. В общем, настоящий китаец на максималках с внешностью королевского москвича. И сейчас я покажу тебе все его фишки, а заодно подарки, которые идут владельцу в комплекте. И мы увидим, что такое самый роскошный и навороченный технологичный китайский автомобиль в мире на данный момент. В общем, велкам на распаковку самого крутого москвича в этой вселенной. Вот машина, вот машина, понимаешь? Это что? Просто зеркало здесь сложнее, чем Lada Largus. Посмотрите, две камеры уже в одном только зеркале. Но если вы присмотритесь, на вас смотрит еще третья. То есть здесь меньше квадратного метра и уже три камеры. И эти камеры, например, сразу снимают все, что происходит вокруг дисков, чтобы вы парковались к бордюру и, не дай бог, его не поцарапали. Но на самом деле здесь их 11 штук и большинство из них 8-мегапиксельные. Вот так бы мог выглядеть самый навороченный и крутой, наверное, москвич. Но они показывали, что топовые модели могут выглядеть все-таки немножко по-другому. Но это, наверное, единственная тачка, у которой передний светодиодный вот этот вот фонарь можно поставить и назад. Они практически одинаковые. Просто здесь он светит белым, а сзади красным. На самом деле издалека этого не видно, ребята. Это как светящееся лезвие. Здесь еще есть место, а головные фары, они на самом деле находятся гораздо ниже. Ну и ко всему прочему, это не просто электромобиль. Здесь гибрид. Здесь стоит еще бензиновый двигатель, который подзаряжает батарею. Поэтому вы можете уехать здесь больше, чем на тысячу километров. Ты видишь размер этого экрана. Но самое главное, где все, ребята? Где все? Почему вся жизнь происходит где-то здесь? Была такая мода ставить приборку вот сюда, вот в середину. И это типа того, но рядом вот этот вот экран, если там будет какое-то видео проигрываться постоянно на репите, оно, конечно, может отвлекать. Это Samsung AMOLED-экран, может быть лучший в автомобильной индустрии. На Snapdragon 8155 на топовом процессоре. И все это летает и работает. Можно по свайпу отправить, например, на задний экран. Да, ребята? Потому что вся главная жизнь здесь происходит сзади. Там сидят настоящие императоры. Пойдем покажу тебе, как это все работает. Но про это тоже обязательно расскажу. На самом деле проблем особых здесь нету. Да, здесь есть мини-гаджет со своим маленьким тачскрином. Здесь есть огромный проекционник. И это работает просто по-сумасшедшему. Ну, давай посмотрим, что же происходит сзади сначала. Это настоящий первый класс Титаника со своим трапом опускается в пневмоподвеску, чтобы вам было удобно зайти. И посмотрите, насколько низко теперь подножка опустилась практически до земли, чтобы вы ни в коем случае не утруждались, когда садитесь в салон. Но здесь чудеса только начинаются, потому что эта машина понимает голоса, жесты. Правда, для этого нужно немножко говорить по-китайски. Дедушка тоже хочет каждый вечер глотать жидкость диких кокосовых листьев. Сразу вас встречает первая развлекательная комната, кинотеатр с системой Dolby Atmos со звуком. Но посмотрите, сразу можно заметить и другие здесь фишки. Это кнопки унижения переднего пассажира. Можете просто его двигать сколько хотите, потому что здесь у нас находится главное место. Сейчас по нему поговорим. Но давайте я вам покажу фишки, которые поразили меня больше всего. Во-первых, от машины понимает жесты. Вы можете скроллить. Вы можете... Да. Немножко надо к ней привыкнуть. Вы можете включить фильм. Правда, нужно подключение к интернету, а может быть даже к кому-то китайскому сервису. Вот такой вот двойной клик. Он включает видео. Просто одинарный клик может закрывать окна. Ко всему прочему можно взять кино и переместить, куда вы считаете нужным. Например, послать это переднему пассажиру. Смотри, сейчас я пошлю его туда. И оно появится, соответственно, у переднего пассажира. У него там какое-то предупреждение. Жестами вы также можете увеличивать звук, закрывать видео и так далее. Ко всему прочему, здесь есть голосовой помощник. Лисян Тонг Чио. Лисян. Лисян Тонг Чио. Короче, здесь есть голосовой помощник. Лисян его зовут или ее. Это типа Алисы или Сири. Только здесь Лисян, на самом деле, я так понимаю, это примерно название марки. Так звучит полное. Ну, по-нашему, короче, это тачка Лисян. Можете ее называть. Что, друзья, я предлагаю лук-челлендж. Все равно без толку, потому что она не понимает. Лисян Тонг Чио. Вот, она откликнулась, наконец-то. Могу тебе дать какую-то команду. Во-первых, жестами можно открывать здесь двери, окна, люки и так далее. Если показать ей просто направление, что вы хотите открыть. Такая цига. Такая цига. Такая цига. Короче, вы говорите, просто показываете и говорите, открой это, открой это, открой это, и она это открывает. Единственная проблема, я не знаю, как по-китайски закрыть. Поэтому мы можем только в одном направлении это все сделать. Сейчас зима, как раз самое время. Ну, я надеюсь, что с небольшим курсом китайского вы сможете в этой машине просто супер разбираться. Но сидеть надо на этом месте. Здесь самое начинается, главное, жара и комфорт. Пацаны. Да, да, да. Че это за машина? Вот машина, вот машина, понимаешь? Это что? Это Бугуанский моторный завод у вас? Мы просто по-китайцам. В дешевых машинах почему бы так вот, производители, ребят, чего вы не сделаете? Посмотрите, просто телефончик вот так вот можно куда-то положить. Очень удобно. Но, в принципе, можно здесь сделать обеденный зал практически, потому что, смотрите, у нас есть полноценный здесь стол, очень такой качественный и прочный. У нас здесь есть под рукой сразу подстаканники. И главная фишка холодильник, но не только холодильник, потому что если мы будем переключать вот этим вот режимом, соответственно, в тепло, смотрите, 50 градусов, можно нагреть содержимое запросто. Это такая небольшая микроволновка на минималках. Если же я просто нажму на снежинку, то смогу, наоборот, охладить газированные напитки летом, и будет хорошо, и холодно. В общем, худо-бедно, сэндвичи можно разогреть, напиточки перекусить, посмотреть все это на телеке. Ко всему прочему, здесь система Dolby Atmos, то есть, как в кинотеатрах, в домашних здесь 21 колонка, и звук даже с потолка идет. Так что, если машина в фильме будет проезжать мимо вас, колонки с помощью этой системы, они будут имитировать ее проезд из одной части салона в другую. То есть, со всеми этими фишками, ребята, это немножко лучше даже выглядит, чем автодом УАЗ, который мы, например, снимали. Тоже с холодильником, тоже со спальными местами. Но здесь, ребята, спальные места не то, что раскладываются. Ром, как ты это все разложил? Смотрите, качественная, офигенная пуховая подушка здесь, да? Ко всему прочему, где вы видели спальное место дома с массажем, оно здесь есть. В торце есть кнопка, но есть еще, ребята, третий класс на борту этого Титаника. Для самых простых пассажиров обычно, это, конечно, участь достается детям, можно пройти через центральный проход прямо назад. Здесь вообще, тем, кто сидит за императором, в принципе, лучше ноги не иметь. За нормальным человеком здесь довольно много места. И, ко всему прочему, где вы видели третий ряд сидений, в котором можно даже регулировать угол наклона спинки электроприводом? Ладно, я вам обещал про водителя рассказать, что же там такое случилось, что его обделили и оставили без всего. Погнали! У нас здесь маленький тачскрин, встроенный в руль, на котором мы можем, во-первых, выбирать, хотим мы ехать в приоритете на электричестве, хотим мы ехать на приоритете на бензине, или мы хотим гибридную схему, чтобы она работала в большинстве случаев и двигатель подзаряжал батарею, потому что батарейка здесь довольно маленькая. Здесь у нас есть, опять же, тачскрин с небольшим количеством данных статистических, а вот эта вот штука, если мы нажмем на газ, да, у нас это будет спидометр. Больше всего это напоминает маленькие встроенные индикаторы, которые BMW встраивала в рули, ну, там она просто помогала, как бы, переключить вовремя передачи, а здесь реально встроенный гаджет. Но это не все. Прямо перед нами находится просто гигантский проекционный дисплей. Проекционник просто гигантский, и посмотрите, он даже показывает на проекционнике, что рядом находится другая машина. То есть здесь выведено максимум разной информации, ну, конечно же, включая навигацию, ограничение скорости и так далее. То есть он реально заменяет приборную панель. Вот мы сейчас объезжаем машину, и она показана, что слева у нас припаркованы тачки, справа припаркованы тачки. Все, они реально существуют, стоят здесь. То есть тот лидар, который у нас, как у единорога, рог здесь торчит, соответственно, он все это отслеживает, отсматривает. Здесь используется топовый процессор, который ставится только в премиальные тачки пока что, поэтому здесь просто бешено все летает. Что же у нас здесь происходит чуть правее? Помимо того, что вы можете с заднего ряда по музыку, соответственно, и фильмы направлять вперед, вы можете это делать и в обратном направлении. То есть я могу либо, скажем, фильм вывести на центральный экран, если мы будем подключены к интернету, либо я могу на задней детям это все сделать. И как обычно у китайских машин, здесь куча непонятных сервисов. Били-били всем известный, IQ, QIY, ну это все понимают. Вот, ну и, конечно, разные фишки, которые больше мы видели чаще у смартфонов, чем у автомобилей. В остальном я не так уж и много понимаю, что здесь происходит в меню, разве что какие-то иконки, которые понятны и так. Допустим, мы можем открыть лючок под зарядки и даже его закрыть, опять же, тем же самым электроприводом. Здесь два лючка. Слева находится бензин, справа находится электричество. Поэтому, когда вы будете приезжать на заправку, вам будут кричать заправщики, не той стороной, не той стороной вы подъехали, а на самом деле той, потому что лючка два с двух сторон. Но на этом странные вещи не заканчиваются. Вот, например, центральная консоль с подстаканниками, зарядками, бардачком. Это просто мост, реально, висящий в воздухе. Аварийка, где бы вы думали, находится? На потолке. Не нашлось ей никакого другого места, кроме как там. И здесь довольно необычное расположение. Люков из-за экрана центрального их сделали двумя разными секциями. Один маленький для водителя и один большой, опять же, для императоров, сидящих в первом классе. Где-то сзади. Где сейчас Ромка? Ну, кто я такой? У меня здесь даже приборной панели нету. Ром, куда везти-то тебя дальше? Вкусный? В ресторан. В ресторан. Все. Вкусная точка. Забиваю. Куда? Потому что тачка не понимает, где она. Кто же я? Просто сравните с плейдом, нашим обзором Теслы. Она разгоняется за 2 секунды. И хоть чем-то может превзойти эту машину. Кстати, традиционно у владельцев китайцев есть куча аксессуаров еще на Алиэкспресс странных. И я нашел самые необычные из них. Это заглушка для ремня безопасности с логотипом Али. Ауто, по-моему, эта компания называется. В общем, с логотипом этой компании. Прямо сюда втыкаете. Потом спасатели вас, когда извлекают из машины, они такие, о, нифига, вообще парень. А стиле заботится, о безопасности не заботится, а стиле заботится на 5 баллов. Вау, ешки-матрешки. То, что он очень быстрый, да, 5 секунд до 100, но еще недавно, 911, нормальная такая характеристика. Он очень комфортный. То есть он при всей этой прыте, он настроен именно на комфорт. Он очень большой. Очень плавный по подвеске. Кстати, что же у нас идет настоящим китайским императором в подарок вместе с машиной. Посмотрите, как это все упаковано. Здесь письмо практически благодарственное от дядюшки Си, да. Дальше у нас здесь ключи с очень приятным матовым покрытием, таким металлическим, холодным. Здесь еще у нас есть стандартный ключ, да, который можно использовать чисто механическим способом. А второй комплект, ребята, это парфюмы, которые идут к машине. Здесь у нас есть вот такая капсула внутри, которая подчпокивается в бардачок на магните и пахнет дорогим мужским породистым парфюмом. Здесь у нас три варианта запахов, типа в стиле океана, какие-то тона дерева, такой тонизирующий, мощный аромат какой-то. С помощью китайского переводчика мы все это перевели. Да, слушайте, это все можно менять. То есть, если вам надоест, потом они выпустят новую серию парфюмов, можете сменить запах внутри машины. У нас тут цвет, кстати, такой British Racing Green, знаете, как обычно спортивные английские тачки. Красят в них. Но из необычной палитры здесь есть даже пурпурный. Очень необычный выбор, очень необычный вид, но может кому-то понравится. Вообще в Китае их все разбирают, эти машины. Купить их очень сложно, а для того, чтобы просто пойти на тест-драйв, я так понимаю, вам нужно прийти с анализом, что у вас нет никаких вирусов. Вот этих вот илхайнских всех дел. Может поэтому там все бунтуют, потому что все очень строго. А у нас эту машину можно привезти через компанию Rucars, с которыми мы дружим. Ребят, может вы помните, Wulin Mini EV. Вот это моя любимая машина на тесте, самый популярный в мире электромобиль, который продается просто там, не знаю, скоро миллионами уже в Китае. Этот тест, они тоже привозили эту тачку. Они привозили Huawei, который мы снимали. Вот эти машины уже десятками заказывают. Они настоящие фанаты электромобилей. У них вот здесь вот есть их канал, можете посмотреть. Ну и заказывайте. У них экзотические, необычные, крутые китайские электромобили. Они по ним специализируются. Что у нас здесь, ребята? Такая огромная машина, такой небольшой двигатель. Мне кажется, москвич, который мы недавно снимали, у него как раз вот такой вот был моторный отсек вот этого вот размера. А вот это вот все остальное, это уже просто издержки огромного размера этой тачки. Это бензиновый двигатель, чуть мощнее 150 лошадиных сил, поэтому вот эта вся часть под охлаждение работает и нужна. Но знаете, в чем прикол? Электромотор, который параллельно может крутить вот эти передние колеса, он мощнее. 170 лошадиных сил. Задний электромотор еще мощнее. 207 лошадиных сил. Такая королевская, а-ля Rolls-Royce Range Rover, повозка для настоящих китайских миллионеров. При этом здесь очень маленькая батарейка, ее хватает там на 200 километров, и это по паспорту. В Китае проверили, что 200 километров ее хватает, но если вы едете 6 часов со скоростью 30 км в час, на самом деле даже меньше. Но ее постоянно подпитывает двигатель, поэтому вы можете залить 65 литров бензина, и машина уже будет проезжать тысячу с лишним. Запас хода большой. Те, кто критикуют электром, пожалуйста, можете ездить на гибриде. Кто любит электром, можете доехать на работу. 200 километров должно уже с лихвой хватить. В общем, вот такой вот вариант на любой вкус. И в целом вообще, конечно, грустное зрелище, потому что ты понимаешь, что европейские производители просто уже отстали от всего этого. Мы вообще, не знаю, чем мы занимались последние годы, если в Китае за это время начали производить вот это вот. Ну, даром, что вот этой полоской похожа на москвич. У меня к вам главный вопрос по этой тачке. Купили бы вы сейчас китайский уже автомобиль? Или все еще думаете, европейцы, японцы делают что-то получше? Ну и смотрите другие обзоры супер-китайцев на нашем канале. И обзоры новинок, самых последних мы продолжаем их находить для вас и снимать. Ромка зевает, значит, пора заканчивать это видео. Спасибо за просмотр. Увидимся в следующем видео.